Всем привет! Давайте рассмотрим программы, которые помогут нам с 3D-печатью, подготовкой модели, как они выглядят, как называются. Очень помогают в работе, так что давайте их рассматривать. Хотя бы будем ознакомлены, для чего они нужны, как название у них. Поехали. Сегодня у нас программа Repeater Host. И что мы делаем, как это все работает. Давайте посмотрим. Нажимаем файл, загрузка. Находим нашу модель. Где наш тут летчик. И загружаем ее в 3D-принтер. Вот произошла у нас ошибка, о чем я говорил в прошлом видео. Мы полечили программу в NetFab, но в этой программе что-то с этой моделью не так. Давайте попробуем загрузить другую еще модель. Открываем рабочий стол. Вот у нас загрузились две модели. Вы не переживайте, они вот сбоку тут. Одну модель можно удалить. А эту модель можно перетащить на центр и установить. Вот такая она у нас маленькая. Вот такая. Вот такая. Но это не проблема. Давайте посмотрим, как можно увеличить ее. Вот у нас здесь есть все, что нам надо сверху. Это сохранить как CTL, добавить объект, копировать объект, размещение объекта и центрировать объект на столе. Это чтобы мы его по центру сразу поставили. Вот мы нажимаем. Объект у нас. Давайте я приближу это. Вот мы нажимаем. Вот мы его ввели. Вот он у нас такой маленький. И мы его центрируем. Все, он встал. Теперь нам нужно увеличить его. Нажимаем. Нажимаем. Нажимаем масштабирование объекта. Нажимаем масштабный максимум. Вот такая модель у нас получилась. Вот так он у нас установлен. И мы теперь можем с ним работать. Мы можем здесь переключаться. Вид спереди, вид сбоку, вид сверху. Чтобы, так сказать, не лазить в другие, как сказать, в другие места. Все у нас под боком. Здесь у нас идет дальше повернуть объект. Мы можем его крутить как хочем. И просмотреть пересекающиеся секции. Вот мы нажали. Вот такая у нас уходит фишка. Вот наша сетка. Все показывает, как, что. Вот стыковая, оказывается, модель, по-моему. Давайте посмотрим. Ну да. Зеркальное отображение можно включить. И вот так вот. Отрегулировать положение. Это получается, что в принципе мы можем просмотреть, как будет печататься модель. Пересекающиеся секции. В принципе, ничего тут такого сложного. Вот у нас есть принтер. Состояние задачи. Если подключен принтер. Сервер печати. Вот он. Открыть страницу сервера. Остановить локальный сервер. И так далее. Расчет зубчатого ремня. Расчет ходового винта. Вот идет у инструментов. Справка. И конфигурация. Единица импорта объекта у нас стоит миллиметр. Можно дюйм, фут, метр поставить. Настройки принтера. Вот высвечивается у нас такое окно. Принтер. Скорость перемещения. Осе Z. Все тут. Проверка каждые 3 секунды. И так далее. Вот по оси Y можно поставить. Или по оси Z. Перевернуть направление управления для X. Расширение. Фильтрация после каждой операции слайсинга. Скрипты. Размеры. Вот мы можем тут сами вбивать размеры. Экструдер. Вот колору можем поменять. Допустим на серый. Нажать применить. Ок. И модель у нас будет серая. Так. Давайте посмотрим. Также можно здесь масштабы выставлять свои размеры. Можно сбросить размер. И назад вернуть по максимуму. Все. Программа в принципе не сложная. Вы разберетесь. Настройки принтера. Вот тоже есть у нас. Сбоку. Функция. И также принтер можно настроить с конфигурацией. Внешний вид в этом. Все что сбоку и здесь есть. Ничего такого сверхъестественного. Сохранить снимок экрана можно. Типа. В формате PNG. Скриншот что ли снять. Вот мы смотрим. Сохранить можно нажать. Программка проста в использовании. Все хорошо. Изучайте. До свидания. Программка проста в использовании. Продолжение следует...